Сейчас мы хотим попасть на пляж – А вот эти ступени уже неизвестны – Видите, есть сколько ступенек? – Хотим показать вам очень одно прекрасное место, в котором мы сейчас и находимся – Ацена в этом году, ну, запредельно высокие и находится он в лесу – Смотри, волчьи ягоди – Ну рви, и волк себе другой найдет – Вы у нас? – Ребята, у нас поиски – На следующий день уже идем – Его нашли! ・ rounds. И го рекомендует кто-то хочет, может, вот спуститься прямо по Зверистые дорожки прямо вниз Всем привет, дорогие друзья Давно у нас не было видео Так как мы нигде не путешествуем, никуда не выезжаем Ситуация в стране, сами знаете, с этими прививками и прочим Ну, как-то не особо хочется Но еще и Крым заливает дождями Буквально вчера только слышали, что в Балаклаве был и град И сильные ливни И сами знаете, что творилось и в Паторе, и в Сайках, и в Ялте Так что пока в данный момент мы посещаем места В нашем славном товарном городе Героя Севастополя И хотим показать вам Очень одно прекрасное место, в котором мы сейчас и находимся И это, ребятки, знаменитый наш ехт-клуб Севастопольский Он немного сделал реновацию еще в прошлом году Но в прошлом году нам не удалось пробовать Потому что это был уже конец сезона Вот, видите, там уже появилась вип-зона Расширяются потихоньку, как могут Обновились здесь, смотрите, у нас всякие интересные стали Катамаранчики Можно взять каяки Здесь тренировочный лагерь, люди ходят под парусом Но отдыхающие могут себе замечательно взять катамаранчик, каяк Обалдетливо покупаться в море Нас здесь не было год, и что здесь изменилось? Вот, можете обратить внимание, летняя площадка Вот, делают второй этаж Ну, в общем, реновация проходит на ура Вот им, как раз, ребятки, и расценки Каяк, байдарка Вот, можете оглядно все в очи Пора наблюдать Поиграть в баскетбол? Пожалуйста Вот, посмотрите, здесь катамаранчики Муниципальный пляж бесплатный Проискурант За дополнительные услуги по прокату Нандаря водной, спортивной базе, водоходят в клуб Ну, вот, здесь там бисно, то же самое Шезлонг, 200 рублей в день Цены не поменялись Почтение вип-зоны В будни 500 рублей в день Выходные и праздничные дни 800 Сейчас мы как раз вам покажем Что из себя представляет вип-зона Ну, и что, ребятки Могу сказать, что сразу же попадаешь максимально в зону комфорта Здесь, смотрите, ребята Ведутся строительные работы Расширяются потихоньку Вот здесь все будет полностью уставлено Я так понял Вот такими диванчиками Диваны очень комфортные Уже на них посидели Попалдели Здесь есть столики Там еще видел, что есть такие все столики Получается посредине Это для большой компании Это очень круто Идем, ребята, с вами дальше Смотрите Допустим, вы приходите За человека платите 500 рублей Если вы отдыхаете на обычных топчанах Смотрите, вот такие кабаны И дальше можете посмотреть Вот их называют арочки Доплачете за них 300 рублей Но если вы хотите отдохнуть Чуть-чуть Именно с лучшим комфортно Вот возьмете вот такие изумрудного Бирюзового цвета лежаки Как там На самом деле у нас очень насыщенный день Мы сюда приехали буквально на пару часов Сейчас 9 утра До 11 максимум Здесь побалдеем И дальше в путь-дорогу Показывать контент Какие еще места можно посетить Недалеко от Севастополя Грубо говоря Вот чуть-чуть выехать за город Вот мы здесь расположились Вот Танюшка балдеет Вот все Очень круто Солнце Нравится, да? И солнце нравится И место нравится Нет, я имею ввиду не солнце нравится А атмосфера здесь какая вообще Классная? А атмосфера Много детей Мы расположились вот в таком уголочке Захотели, позагорали Захотели, в тюнек пошли Так что все хорошо Вот пойдем еще затестим бассейн И потом вам покажу Как дела у нас обстоят на той стороне Здесь за нами висит колоночка Здесь еще, конечно Отреставрируют фасад Получится Здесь, по идее, должен быть гараж Но это не суть Вот у нас тоже прекрасный столик Вот про что я вам и говорил Что вот посредине еще столешница Атмосфера релакса вам Конкретно обеспечена Так, пойдемте погуляем дальше Здесь можете взять что-то себе перекусить Такие снеки всякие Чипсы, орешки и прочее Здесь холодильничек с водой Здесь нам, как сказали Есть туалет Пойдемте прогуляемся Курить здесь строго запрещено Даже вот такие вот штуки Всякие айкосы Электронные сигреты Так что нужно выходить вот сюда Так что постояли, подымили Цветники, прошу заметить И пошли дальше отдыхать И здесь присутствует такая Атмосфера релакса Так, как на каждом столбе Здесь висит по колонке Играет такая лаунж-музыка Идем дальше Посмотрим, что у нас здесь У нас здесь стоят лодки Спуск на воду Здесь еще готовятся какие-то боксы Наверное для снаряги Или еще для чего-то Ну а кто отшельник или циопат Можете здесь вообще расположиться Вдали вообще От всей цивилизации За бетонными стенами Сейчас мы туда и пройдем Здесь еще отдельный спуск в воду И мы с этой стороны Посмотрим, что здесь происходит Вот наверху наша VIP-зона Здесь люди плавают Как бы Так и атмосфера И вердикт В итоге нам очень понравилось Это на самом деле мега бомба Что в Севастополе Открыли такое место вообще Танюша, это просто нереально круто Кстати, мне нравится, что Да, проходишь на территорию Здесь сосны, всякие елки Запах хлои Как на южном берегу Да, и музыка долбит Я же говорю с каждого столба Это нереально круто Так что Определенно рекомендую это место Вот если вы приезжаете в город Севастополь И если вы живете Но не знаете про это место Вот прямо нужно побывать Вот прямо вообще Мастхэ Прекрасно мы отдохнули Но мало Ну потому что у нас еще целый день впереди Так что оставайтесь с нами Мы еще покажем И расскажем Наши дальнейшие путешествия И передвижения Ну и ребятки Итак, друзья Напоминаем, что помимо этого видео У нас есть еще целый плейлист Посвященный Крыму Обзоры путешествия Цены на отели Обзоры отелей И масса всего самого интересного Также на нашем канале Вы можете увидеть путешествия С Доминиканой С Египта С Турции И других различных направлениях А для любителей вкусно поесть Можете посмотреть Как Танюша вкусно готовит И как мы делаем просто Бомбически обалденные коктейли И чтобы постоянно в номерах не сидеть Вот еще хотим показать Вот у нас такую достопримечательность Как Акведук 19 века Это мост вообще Посмотрите, насколько он Рава старинный Очень красиво И находится он в лесу Да, да, да Тут его не сразу найдешь На машине не приедешь Немного истории В Крыму причудливо перемешалось Множество стилей Средневековья, античность Восток-Запад И даже Африка с Латинской Америкой Чаргунский мост Акведук На реке Черная Словно переехал сюда Из древних периодов Римской империи Но сходство обманчиво Соружению нет еще Даже двухста лет А вот назначение у моста Древнеримское Он выступал именно Акведуком То есть водоводом Севастополь стремительно рос Пресной воды в окрестностях не хватало И стал вопрос Об ее искусственном подводе Проект строительства Разрабатывал английский инженер Джон Оптон Кроме прочего Он являлся проектировщиком Башни ветров Графской пристани И это все находится в Севастополе Кто не знает Но популярным туристическим объектом Чаргунский мост Акведук В Крыму называть сложно Сюда не водят регулярные Организованные экскурсии Обычно к нему приходят Приготовить мясо В красивом месте С красивым видом Или любители пеших погодов По горам Для которых оно является Просто одной из интересных Ростопримечательностей Чаргунский мост Акведук Уже давно привлекал внимание Художников, фотографов, блогеров Переходить по нему Речку Черную Можно без опасений Стреления вполне надежно Хотя и не подвергалась Ремонт и реконструкция Короче мы еще пройдем На другой стороне Еще покажем его с другой стороны Потрогай Такая нормальная водичка И вообще круто то Что здесь можно даже сделать Шашлычки То есть любоваться красотой Здесь тень практически повсюду Да, это же лес И вообще там дальше тоже Такие бревна Да, да, да Вот именно когда вот Деревья смотри Видишь Их подмывает Смотри, вон тут красиво Ооо Посмотри, прям все Ну все Вот такая локация Танюша хочет на то бревно Нормально Бачком Вот так вот Смотри Волчьи ягоды Где? Ну рви Волк себе другую найдет Пожалуйста И вуаля Мы с другой стороны Красота, да? На крокодила похож Смотри Вот его нос Вот так вот Мы тысячу лет не были в лесу Если честно Это прикольная тема Полазать Побегать Называется Понимаешь Есть люди из леса Вышли дикие А мы в лес зашли Все, да Для нас это дикость Блин, если я туда упаду Это бы полный Майс, смотри Давай с той стороны Майс, смотри Блин, почему не взял Аквабокс Тут такой прозрак Ну кроме этого А вот так Вот такой у нас вид Сверху этого кедука Вот видишь Когда это были вороны Здесь просто забетонировали Вот это тоже забетонировали Здесь свежее А это когда Не, ну да Я вижу, что Смотри Там раньше Именно раз Открыли Води Водица пошла Мы на эту сторону Пойдем Посмотрим С той стороны Как она Но здесь особо С другой стороны С обратно Не подберешься Надо что в воду лезть Блин, ну смотри Да, такой Ил прямо надел Да что это? Или это Мох Что это? Ил, мох Мох Ил Да, это неил Это вот этот мох Скорее всего Здесь он подвижный Да Как красиво Вот здесь круто Смотри Вообще Вот здесь прям Улет Прям смотри И покупаться Мох 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 Вот, ребята, вид сверху Класс Так что мы прощаемся с этим прекрасным местом На какого-то встречи Может, когда сюда приедем и сделаем шашлык У нас как раз есть этот, типа мангал, да, переносной Да, вообще, реально, там Только главное за собой, ребята, всегда убирайте Вообще, не знаю, вплоть вычищайте, даже нагар Потому что видно, что люди здесь убирают Не все, конечно, но там прям аж вычищено Не, ну просто вот я могу сравнить, если идешь гуляешь по парку Запах вообще не такой Здесь прямо лес И вот прям видно, ну вот чувствуется аромат речки Вот чистой воды очень И самое главное, ребята, приезжайте в будний день Потому что здесь никого, кроме нас Да, и наслаждаться тишиной, природой Но надеюсь, когда приедете, нас тоже тут не будет Ну все уже, все И, ребятки, если вам, конечно, интересно В каком же отеле мы остановились Сняли вы буквально на пару суток Пишите в комментариях Обязательно выложим обзор Сейчас мы хотим попасть на пляж Потому что в первый день мы туда не попали Второй тоже не попали Ну что, пойдем через туннели Да, через туннели Здесь необычная такая именно, как говорится Смотри, спускается на пляж Вы сжигаете 6,6 килокалорий Да Вместе с номером вам дают такие брелоки Смотрите Чик, прикладывайте Как можно попасть? Никак иначе Заходим в бункер Здесь реально, на самом деле, атмосфера Вот у меня на канале, короче, был влог Подземный Севастополь Где-то была бомбоубежечная В принципе, то же самое, да? Да Блин, так красиво развивается туннель Ну, придись Уже кто-то смотрится Здесь, потому что туннель Да, здесь сквозняк Ого Прикинь, сколько ступенек Уху Вот это да Это нереально круто Получается, мы находимся на скале Сейчас я вам кадр с коптера включу Да-да-да И мы, короче, вглубь скалы Получается, был пролит этот туннель И вот такой вот именно вид Прекрасный вид Красивый вид Красивый туннель Красивая жена Вот ключ прикладываем Тут, не знаю Да, здесь правило Да Нельзя делать шашлыки Нельзя приходить на пляж В алкогольном аппинеке А зачем, а зачем, а что он пора брал? Ты? Да еще чего? Как шашлыки не придет? В общем, да Нельзя Переходить на соседний пляж Ты заставил потолки этот склеп Это что надо, блин? Вот он Это вообще же, да Прикинь Скала Скала Прикинь Выдолбывает Прям, да Здесь, конечно, был Относвертый, да? Да А где сетка? А, вот она Смотри Вон, видишь, сверху камни лежат? Где? На фото где? На фото где? Давай, давай На самом деле Территория пляжа Небольшая Забетонированная Все сетка отделана Чтобы все камни, которые падают Они прямо там задерживаются Поэтому вы можете не переживать Загорая, скажем так, на этом шикарном пляже Не знаю, но если для кого-то очень важный песок То это не тот вариант Но почему же? Здесь два бассейна Поэтому если пляж вас не устроит Вы можете там, скажем так, релакс-зону устроить Скажем так, на вкус и цвет товарищей нет Поэтому выбирать именно вам Лететь в Крым, платить в Тридорго Потому что цены в этом году достаточно Ну, запредельно высоки Поэтому отдыхать в Крыму невыгодно По крайней мере сейчас Лучше за сервисом И за красивыми пляжами Можно рассмотреть другие варианты Но пока доступные Не знаю, там Потому что проблемы с вылетами Сейчас цены на гостишки Вообще сумасшедшие Ребята Возвращаемся назад Ну да, в принципе, не знаю Так антуражненько именно Пройтись по гроту На пляже провести, не знаю Пару минут нас Реально впечатлил только этот грот Потому что Блин, да некрасивый вид Красивый Просто бетонные плиты, не знаю Там охлаждаться Там была еще такая семья В говно нажрались, блин Им-то, конечно, весело Вот это отсюда Конечно, это жесть Как в монастыре Да реально, как в монастыре Вот это ступенечки, я тебе скажу И вот, собственно, это наш пляж Только вид сверху Соответственной скалы Танюша Балдеет Так что, ребята Для любителей Такого отдыха Велкам Получается, мы решили Чуть-чуть растрястись И показать вам Очень красивое место Сейчас мы, как говорится Зашли в лес И ищем, ищем Ищем у нас поиски Третий день уже идем На самом деле, это шутка Мы ищем Мы ищем знаменитая Караньская плата Вот мы идем Непонятно, куда мы выйдем Вот, смотрите, горы Вот мы идем просто в гору Машину там оставили Потому что здесь вообще без вариантов На автомобиле Посмотрим, дойдем ли мы Закрытый, да? Объект вообще? Закрытый объект, да Военные, мы уже на военных нарвались Не сказали вам Сюда нельзя Объезжайте, ищите И мы вообще такого названия не знаем Там вообще какие-то развалины Два солдатика сидят Ну, такие дела Пришли непонятно, куда Таня боится Здесь непонятно, что выложили Здесь следует цивилизация На самом деле, вообще здесь никого нет Ориентир только бутылки Непонятно Вот место привала Кажется, на самом деле Таня уже вспоминает Какие-то стрёмные австралийские фильмы Где заканчивалось все очень плохо Просто в чем проблема? Уже закат А мы столько пропиликали А у нас если стемнеет Ну, так и, собственно Куда мы идем так долго? А мы ищем знаменитое Караньское плато Караньское плато Высоты Каябаш Это скалистая высота Расположена у берегов моря Между мраморной балкой Со стороны Фиолента И Василевой балки Со стороны Балаклавы Караньское плато Ранее было занято частями ПВО В настоящее время Это охот угодья Севастопольского регионального общества Охотников и рыболовов Вот так вот И, кстати, заметьте Не всегда пускают на эту территорию Но мы как-то прорвались Тут перед нами открывается Вид с обрыва На мраморную балку Вид с обрыва На мыс Фиолент Вид с обрыва Высот Каябаш Это нереальная красота Но самый главный ориентир Это село Флотское С плато открывается Великолепный вид Балла и мыса Я А расстояние до моря Меньше двух километров И вот мы на вершине горы Каябаш Самой восточной точки Караньского плато Внизу огромная яма Пселерахского карьера И необычный ракурс На Генуэзской башне Мыс Каябаш Представляет собой Крутую отвесную скалу Высотой около 300 метров Которая доминирует В данном районе Между пляжем Васили И мысом Фиолент В общем, ребята Приезжайте И наслаждайтесь этой красотой Вы точно не пожалеете Его нашли Танюша Обрати взор налево Вот тебе мыс Айя Так что не зря мы Это все пиликали Долго шли И нашли это прекрасное место Это Караньская плата Мы еще на самом деле Его не прошли Оно вот там дальше Здесь открывается Непривычный нам вид Потому что отсюда С такого ракурса Мы еще Балаклаву не видели Балаклава А там дальше мыс Айя Твои впечатления, Танюша Вообще как-то так нереально Необычно Да С таких ракурсов мы, конечно, еще Не лицезрели А это, если я не ошибаюсь Тот самый карьер Вообще на самом деле Это очень атмосферное место Очень много разных точек Там нереальный ветер Просто вообще Нереальный ветер И вообще, мне кажется, нужно Все-таки надевать Какие-то высокие кроссовки Потому что Да, в сандаликах Здесь делать нечего Здесь камни, пыль Получается Нет, просто знакомо Как сказали Вы можете проехать Прямо на машине Вам даже пешком идти не надо Поэтому Знакомо просто в возрасте Я понимаю, что здесь следы Но здесь такие шипы Тут как бы, не знаю Здесь танки Это еще хорошая дорога Там дорога, я же говорю Ухаба Там Нива, конечно Там уже тоже Бороздила Поэтому, блин Так что, ребята Если вы про это слышите впервые Естественно, вбейте в себе Вот именно Посмотрите в интернете Может, еще обзор будет на ютубе Потому что мы ничего не смотрели Мы решили по дороге в центр Мы там Сейчас поедем Кстати Дикарями Да Мы решили по пути заехать Заодно Сейчас мы пойдем Станюши в ресторан И покажем Что там будет интересного И познавательного Расскажем, что там есть в меню И вообще Как у нас проходит отдых Что ты чувствуешь, Танюш? Ничего Уже как-то орлы бьются над нами Стервятники Стервятники Да, кстати Они кружат Да, здесь много стервятников Ты что, шли? Да, у него такое Как бы Закрошенное место И Танюша Ооо Я серьезно думал Что Танюша шутит А действительно Да, это хищные птицы Вот вам Кукиш, да? Кукиш исконно русский Вот что здесь у нас открывается Вот такой вот вид Это обратная сторона медали Где мы были Все Мы поехали Мне очень нравится Ой Ой, дороги А там вообще дороги Вообще, мне кажется Морская феерия Это вообще лучшее соотношение Цены и качества Да, кстати И два бассейна На крыше и внизу Столько лежаков Много И по доступным ценам Вас они кормят На территории отеля Мангальные зоны Три целых Но мы решили Уподобиться Товарищи Отдыхающие Которые приезжают Смотреть на эту карьеру Мы здесь были Последний раз Очень-очень давно Да, несколько лет назад Да, видишь Опасно зоны Здесь ничего не изменилось Такие же надписи Сейчас мы По заявкам Трудящихся Возьмем И запрыгнем Ветер, конечно, вообще Сумасшедший Сносит Сносит Голову Ой, блин Чуть ногу не сломался Прикольно Сдуться Вот он Да Черт Все усыпается Ой, как красиво В принципе, на машине подъехал Идти никуда не надо Это не надо Так вот переть Да, да А мы были аж, аж, аж Вот там Очень красиво Да Вот он Просто красивее он смотрится Более такой лазурный Бирюзовый Когда им на солнце Светит Сейчас уже тень Нет, ну а выкато тоже Тень на плетень Но кто-то хочет Может вот спуститься Прямо по Извелистой дорожке Прямо вниз Можешь даже покупаться Опасно Танюш, тебе еще платье нужно Переодеть для ресторан Ты не забыла? Или так пойдешь? Нет, переодем В общем, ребят Мы приехали на ужин В ресторан Который называется Аквафуд Он Выполнен в стиле Амфитеатра Поэтому здесь Прямо жива музыка Настолько Ну не знаю Такая атмосфера Романтическая По этому Кирутипу Нам принесли Наш заказ Мы заказали Картошка Под сыром Пармезан И овощи Гриль Основное блюдо У меня получается Ну как закуска Рапана Под сырной корочкой А ты что сказал? Не помню Ну в общем что-то мясное Я серьезно Какой-то стейк нам посвятали Ну блин Это произведение искусства Честно Просто обычная картошка Да Под сыром Пармезаном Мы находимся в заведении Аквафуд Получается Это сеть Аквамарин Получается От ресторана От гостиницы Да? От гостиницы И единственное, что могу сказать Что многое Что в меню нет Вот что Вот нам другой приносит О как раз Я снимаю Прям в тему Вот нам еще Другие блюда приносит О Крутяк Шашлык из свиного шейка О О, это шашлык Вот и шашлык Я вспомнил Что заказывал Спасибо вам большое Пожалуйста Приятного аппетита Спасибо О, вы посмотрите На эту порцию Вот это новости Посмотрите Короче Лапана Это мое любимое блюдо Из морепродуктов Поэтому Выглядит Это вообще Ну Она конечно Прямо с полужар Будем ждать Пока спинет Поэтому Всем желаем Вообще Шикарных Летних дней Чтоб вы могли Себе позволить Провести Так как вы желаете Так как вы хотите Поэтому ребята Подписывайтесь Лучка Да Подписывайтесь На наш канал Пусть мы Будем вас мотивировать Вообще К чему-то Говорится Никакой самоизоляции Никакой пандемии Никакой второй волны Просто Вот такой Балдеж-балдежный И всем Счастья И добра Да Народ здесь собирается Как бы Всем нравится А Таня у нас Икает Танюшки Ну ничего Я принимаю Коту на себя Давай икни Ты икаешь Или ты хочешь Икнуть И кто-то приходит Мне и я икаю Ой Не получилось Короче В общем Вот наша поляна Допустим Мы уже доедаем Тане не понравилось Вот это блюдо Да? Да Ну Очень много масла Официально сказали Что типа Так и надо Потому что Потому что Рапана не может По-другому Мягко приготовиться Рапана Она Здесь не мягкая Поэтому я не знаю Для чего В общем Мы приезжаем И на бухту Нас бы подкопил Спасибо вашему дому Пойдем к другому До живой музыки Это Чикаго Маша Сейчас нас ожидает такси Вот здесь Мне понравилась Смотровая А вот здесь Поющие фонтаны Ну вроде бы Как поющие Но самое интересное Что Здесь какие-то гимны А теперь Сейчас мы будем С крыши Прыгать Прямо в бас Вот покажи бас Это с крыши С крыши Будем прыгать Ялтой Снимаешь? Да А крыши не видно? Вот она крыша Давай стетер на меня Все Прямо в одежде Прямо бас Наебал Хей Хей Прямо в одежде Прямо в одежде Продолжение следует...